В парке проходит круговая дорожка. По дорожке прыгает заяц. Так, что никогда не попадает в свой след. Дорожку пересекает ручье. Кузенький ручье. Но все-таки ручье. У него есть ширина, математическая ширина. И спрашивается. Вот заяц прыгает, прыгает, прыгает. Вопрос. Если он никогда не попадает в свой след, обязательно ли он попадет в этот ручье? Ну, вот это, я думаю, многим знакома такая задача была. Значит, это норма обычно принято. Теме там, в принципе, и треет, она сказывается. Значит, утверждается, что да, попадет. Потому что следы зайцев, попросту говоря, очень плотно заполняют всю эту окружность. Значит, строгое доказательство, но несложно. Берем отрезочек, длина которого меньше, чем ширина ручьяка. По отрезочкам проходим по всей этой окружности. Вот так, деление. Да? Почему? И теперь заяц прыгает, а значит, рано или поздно, у него же бесконечно прыгает долго, рано или поздно, какие-то два его следа попадут в один такой отрезочек. Ну, что это означает? Если этот мы след на сотом шаге, если след, скажем, на трюсотом шаге, то теперь на трюсотом шаге что произойдет? Значит, получается, что он вот за это количество шагов он сдвинулся вот на столько. Ну, а он прыгает по округу вот такой вот, по округу дорожки. Эту дорожку можно чуть-чуть повернуть и считать, что он теперь начал вот отсюда прыгать. Как будто вот раньше он отсюда начинал, теперь отсюда начинал. И он сдвинется опять на такой маленький шажок. И такими маленькими шажками он пройдет всю-всю-всю окружность, пока не попадет в этот учебник. Вот так звучит задача, которую многие разбирают в этом шагахе. А теперь смотрите. Оказывается, что эти следы зайцев заполняют эту окружность ровно так, как мы хотим, чтобы их статы заполняли отрезок воль-1. Значит, эту последовательность можно и зайцев заставить прыгать, ее можно и писать. Например, если разогнуть эту окружность в отрезок воль-1, считаем, что она отличная, и взять какое-нибудь иррациональное число, скажем, π, и начнем его гонять по этому отрезку. А именно будем брать кратное число и брать у них дробную часть. Так вот, оказывается, что вот эта последовательность, которую вы получите, она будет обладать вот этим замечательным свойством. То есть, что будет выходит? Что если я зафиксирую, ну, например, здесь какую-то дубку, подожду, пока заяц будет не напрыгнуть, там, миллион следов не оставит, а потом посмотрю, а сколько же следов он оставил в этой дуге. И окажется, что это будет примером, что отношение длины и длины всей окружности. Ну, если окружность единична, то в точности длина вот этого дуга. То есть, вот бывают такие последовательности, которые ведут себя так же, как последовательности случайно загадывающих чисел из отрезков гулятия. Продолжение следует...